так ну что пошли здравствуйте здравствуйте пациент инкогнито так значит вы мне вчера написали я хочу чтобы вы мне значит напомнили вот о чем значит мы с вами беседовали по моему в июле да да восьмого если не ошибаюсь восьмого только помните о конфиденциальности сейчас идет запись на эту на телефон да вот значит мы и я вам с ваших слов поставил диагноз gtr в значит в комбинации с депрессией то есть тревожные депрессии дифференцировать наверное с бордерляйном да ну вы просто как-то очень скользко сказали что может быть бордерляй может быть да но очень вообще не акцентировали не акцентировали да 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 ну вот то что значит вот расскажите мне пожалуйста на приблизительно то что вы мне вчера написали значит вы вышли наконец-то на эту лечебную дозу которую я вам рекомендовал 10 миллиграмм эсцеталопрама да да 14 дней назад я начал ну прям с терапевтической 14 дней всего две недели вот и вы вместо того чтобы значит сообщить не о том что вам стало лучше спокойнее вы мне сообщили что расскажите пожалуйста вообще рассказать про вообще как проходило а расскажите вот расскажите пожалуйста вот когда начали самые первые дозы то есть было более спокойно то есть меня в сон постоянно клонило какое-то хотелось отдохнуть вот ну и родственники близкие заметили что как бы я стал спокойнее это на каких дозах это 2 и 5 миллиграмма ну то есть самые такие минимальные вот потом когда повысил до пяти миллиграмм через по моему две недели начала какая-то раздражительность быть постоянно то есть я если там работаю что-то вообще очень злюсь на людей и причем без каких-либо вообще причин часто очень на близких злился постоянно раздражение какое-то не хочу видеть слышать вообще скажите а вы совершали агрессивные действия вокальные или даже чисто двигательные ну вокальные ругать нам может быть значит не цензурной бранью или или даже прикладывать руку бросает ломать что-то этого не было так но физически не было ничего вот а вот да очень много ругался с людьми но только посторонним не не с родными с посторонними людьми кстати а родных людей вы что побаиваетесь они вас держали в свое время да кто там папа я уже не помню папа или кто держал ну нет мне не то чтобы боюсь но не хочется как-то но даже если очень ярости стараюсь не скажите кто вас давил в детстве и продолжать папа 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 всякие попытки ваши к бунту к сопротивлению подавлял да или нет ну да да в детстве да 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 поэтому 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 вы значит с папой значит папа что же и мама раздражали сейчас вот в тот период о котором вы сейчас говорите или нет да конечно раздражали но вы вы только могли вы молчали да папа значит то есть никаких агрессивных проявлений по отношению к родителям у вас не было или были тоже ну с мамой ругался с мамой ругался так а вот посторонние люди что значит посторонние соседи просто на улице или как вот на улице да то есть в транспорте было несколько раз потом там с инструктором который ему по вождению который первый раз виделся с ним вот тоже поругался покричал на него скажите скажите а это типично для вас ну скажем у меня бывало такое но не так часто ну то есть реакция как бы вот эта злость агрессия она типична а вот то что я все-таки вступал в конфликт это наверное ну не раньше у меня такого не было хорошо хорошо как вы думаете как вы думаете это действие эсцеталопрама значит более высокой дозы как вы считаете да мне кажется что да это эсцеталопрам да ну хорошо это очень хорошо что вы мне написали ладно скажите и это продолжает на какой дозе особо ярко это стало проявляться ну вот пять пилиграмм через где-то пару дней где-то через три дня вот начал злиться очень сильно да скажите а если вы скажем не контактировали живыми людьми агрессивность тоже было ну что-то там не ладится и вы бы могли бы там и предмет бросить ну не понимаете одно дело живыми мы же социальные существа человек а это раздражительность агрессивность она направлена на живых людей ли она направлена вот и и и на себя самого тоже или нет ну по моему только с людьми в основном то есть что только с людьми да только с людьми вы за этот период разбили сломали что-то в ярости нет не было такого не было скажите а раньше до если талоправа у вас были вот такие вот состояния о которых мы сейчас с вами говорим да бывало ну бывало даже и хуже там разбивал там стаканы в комнате все тоже разбрасывал вот такое было но давно хорошо понятно понятно значит это было все правильно так значит я упомянул вскользь до борделяйне ну очень чуть-чуть да она а на чем я значит концы это вот основывал это предположение а то что там пару раз я себя резал а резали резали да 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 но вы знаете я вам что хочу сказать значит я не знаю я думаю что все таки у вас таки борделяйн есть почему я вам сейчас хочу просто объяснить да 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 это художник да 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 это художник это супруга спрашивает вот значит нет я это помню но я не помню детали вы понимаете я вам поставил gtr и депрессию так но это одно и то же gtr это 41 1 тревожная депрессия это 40 41 2 все понимаете они рядом так вот если бы у вас таки действительно было бы гтр и тревога то есть это лопрам вам пошел бы а вот то что он не пошел то что он пошел всего лишь на двух с половиной миллиграмма вот это как раз свидетельство того что у вас не гтр а что у вас таки бордерляйн такие такие бордерляйн понимаете такие бордерляйн почему потому что гтр это самое самое благодарное заболевание для врачей и для больного почему он лечится хорошо там нехватка серотонина назначаешь вот тот же с это лопрам и по мере увеличения дозы там наоборот а могут могла быть тревога на двух с половиной на пяти а потом постепенно она должна была уйти там тошнота и так далее у вас же все получилось наоборот на двух с половиной миллиграммах на минимальной дозе значит вы чувствовали себя немножко расслаблены и даже сонливы и родители отметили что вы стали спокойны а при переходе на 5 а тем более на 10 у вас появилась сильная раздражительность агрессивность и не сдержанность даже импульсивность да но не всегда бывало то есть очень знаете очень сильно менялось настроение то есть бывало такое что было очень типа депрессивно очень сильно то есть мне было просто тяжело там я звонил там подруге своей говорил что вот не могу и и дышать тяжело и двигаться тяжело и ехать куда-то тяжело и вообще жить не хочу и вот прямо было очень плохо потом проходила там два дня и становилось как бы нормально я даже думал что она может подействовать таблетки может как бы все вылечился потом становилась там какие-то моменты там какая-то выраженная яркая какая-то реакция было хорошо спокойно даже приподнята потом снова плохо и вот постоянно вот она скакала скажите а это вообще типично для вас вот без с этого прама изменение частое настроение но последние полгода у меня не было так сильно до этого до этого во времена когда у меня вот такая сильная депрессия была тогда у меня были на неделю такие где-то подскоки вот что как будто все проходило как будто все радостно и все хорошо все я все могу потом снова да погружался но вот говорю полгода не было так вы понимаете вы понимаете с гтр мы за как мы закрыли лавочку гтр нет гтр нет значит а но зато появилась новая значит появилась дифференциальный диагноз между бордерляйном с учетом этой тяжелого детства с отцом там вот отец вас давил и сейчас я уже подумал так а бордерляй но очень близко принадли прилежит к к биполярному расстройству хотя 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 при биполярном расстройстве там нет самоповреждений там все ж таки вы понимаете там там не так раздражение вот как там все ж таки вот вот это понимаете две фазы вот депрессивная мне плохо а гипоманиакальная мне хорошо причем в гипоманиакальной фазе человек чувствует себя просто великолепно вот у вас такое есть или нет великолепно понимаете вот он чувствует что он здоровый он-то больной вот это и раздражительность есть и трат один кстати трат вот вы то мне написали я попал на деньги вот 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 я вспомнил что это такое все это значит вы попали на деньги в общем такая штука вот в интернете увидел как один парень путешествует вот он запрыгивает на товарный поезд на поезд вот он как доцепляет его и вот и в общем мне понравилась эта идея в общем подбил друзей вот и мы также вот запрыгнули поехали но нас увидели поймали и вот штрафовали да штрафовали подождите так а что же это такое а вы понимаете это что значит вам понравилось мы что были в какой-то эйфорическом состоянии ну как бы не было сильно эйфорически просто вот какая-то скука я подумал вау вот это будет круто это можно сделать и так далее вот ну и когда это дело очень было воодушевлен интересно как бы было как будто же ой я такой подождите ну хорошо но в это это импульс возник у вас ну да да у вас возник импульс скажите а вы хоть продумали чем это может кончиться я могу сорваться я могу упасть могут значит не там это вот полиция железнодорожная или транспортная может арестовать и так далее штрафовать вы или вы об этом не думали я подумал что такое может быть но вообще это никак не остановило то есть я взял там документы деньги и знал если поймаю то как бы ну понятно хорошо 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 штраф был большой не надо упоминать вот существенный но существенный да скажите не маленький да родителям не сказали ну нет конечно нет но вы понимаете значит я в любом случае в любом случае мы с вами вот что но это и есть вот так вот вот так вот проводится лечение в любом случае идет коррекция значит мы я предполагал после первой беседы я не знаю почему я это надо прослушать мне почему я базировался там на гтр и на и на этом вот скажем депрессии вот я а только значит мельком упомянул о борделяне но лечение с эталопрама вот это с июля это по около месяца больше месяца даже показалось что в целом это не борделяне то есть не гтр почему потому что вам не стало лучше вам наоборот у вас вдруг появилась какая-то раздражительность причем лучше вам было всего на двух с половиной миллиграмм а поэтому мы сейчас с диагнозом я еще конечно не буду торопиться но все-таки я отказываюсь от гтр пока и и делаю даже не отказываюсь а делаю акцент ударение больше все таки на борделяйн и вот туда значит что мы сделаем плане терапии вы должны вернуться на два с половиной миллиграмма на котором было более-менее нормально это первое а самое главное мы вам добавляем то что вам необходимо для того чтобы убрать вот эту вот эти все колебания так в настроении убрать эту агрессивность значит кстати 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 по моему вашей стране где-то там есть такой препарат называется леви тироцетам есть такой да да слышали вот вот значит записывайте как вы его сейчас будете добавлять значит вы уже сегодня сколько приняли эсцеталопрама я обычно вечером принимать обычно вечером значит вечером сегодня примите два с половиной миллиграмма или можно даже пять два дня пять а потом вернуться на два с половиной в обратном порядке то есть еще раз протестировать каждую из этих трех доз но в обратном порядке вы их тестировали два с половиной пять десять значит на двух с половиной было более-менее нормально на пяти уже появилась раздражительность на десяти супер раздражительность и даже вот то что вы сделали а как вы думаете а может быть бы без эсцеталопрама бы не не стали на товарники прыгать и путешествие как вы думаете это хороший вопрос я честно не знаю то есть идея я уже начал друзья друзей подбивать еще где-то ну давно вот но мы этого не делали очень долго а тут я уже сказал все собираемся едем ну понятно значит все таки спровоцировала немножко да ну чуть-чуть как бы да слушайте а что друзья у вас в этом что заводила или кто вы там потому что что это значит подбивать друзей значит вы вы инициатор вы зачинщик да 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 это я я все придумал так вы пользуетесь авторитетом ну или у вас друзья или у вас друзья дебиловатые немножко не друзья не дебиловатые но как бы иногда могу как бы да повлиять повлиять на них да вот когда в ударе да 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 вот когда прет все это я просто король то вот я меня меня интересует следующее сейчас мы еще поговорим о терапии значит меня интересует прет а вот вне вне эсеталопрама вас часто перла на самом деле не очень ну может я не знаю там в месяц там три дня вот чтоб прям вообще как будто я настолько здоровый что мне вообще ничего не надо что прям вот я чувствую и силу и радость и что я такой могу там и горы свернуть и проблему все могу свои решить и никаких как бы с этим меня но не возникают трудности то есть и общаюсь вот самое главное что начинаю общаться так легко и с теми людьми с которыми обычно там страшно дискомфортно вот могу и все и вот прям хорошо и хочется что так всегда было вы знаете пациент инкогнито я вам сейчас пожалуюсь вот на что вы знаете меня есть один знакомый доктор хороший человек великолепный вот ну вот он он там заходил смотрел все мои эти вот скажем так эти записи да и он всем ставил шизофреник ну хорошо ладно я ему как-то один раз сказал что знаете ну это такое же быть не может я согласился в одном случае только только в одном случае ну вот значит ну и хорошо и мы как-то он обиделся наверное на меня и в общем-то мы сейчас перестали значит контактировать но вы знаете что я заметил что у меня у меня значит даже жена мне об этом говорит во вчера я беседовал значит я поставил бар причем тонкая диагностика была поставил бар она говорит слушай ну так вот я не хочу упоминать имя и фамилию этого доктора но она сказала икс вот икс значит ставишь шизоф а чё ты всем ставишь то ли бордерляй или где по этот вот маниакальный депрессивный психоз вы понимаете значит я вчера в общем то объяснял я это жалуюсь просто понимаете действительно я все-таки критично отношусь вот но я нашел объяснение этому я вам скажу почему значит я все-таки не придумываю я же вам сразу же не поставил этот диагноз я вам поставил все-таки гтр и так далее это почему гтр да потому что тревога она присутствует всегда при всем при любых и при шизофрении и при депрессии она всегда есть и при значит тревожнофобических и даже при навязчивых расстройствах но я пришел вот какому заключению что все это происходит вот почему что моя амбулатория она превратилась ну как бы в соломинку знаете говорят утопающий хватается за соломинку я такого не слышу как вы не слышали такого не слышу есть такая поговорка что утопающий за соломинку хватается в этом в этой поговорке очень глубокий смысл что человек хочет жить он прекрасно понимает что соломинка его не спасет но он страстно страстно то есть эта поговорка она подчеркивает роль инстинкта самосохранения вот это я обычно всегда ее привожу в том случае что значит когда особенно пациенты мне страдают суицидом я им говорю видите у вас искажен у вас извращен этот инстинкт самосохранения обычно говорю это такая поговорка вы ее не слышали по молодости это понятно вот и так далее так вот так вот моя амбулатория насколько я прав значит представляю и вообще ко мне обращаются люди вот но с такими в тяжелых случаях неясных случаях в непонятных случаях в терапии резисентных случаях поэтому я все-таки оправдаю себя что я не следую значит вот этому моему знакомому глубоко уважаемому мною доктору понимаете что я не повторяю только в другом направлении он помешан на шизофрениях вело текущих а я якобы помешан на биполярном расстройстве и на борделяне но я вынужден вы понимаете я вынужден значит сказать значит опять сказать что теперь гтр конечно уходит потому что тревога она есть а что остается дифференцировать теперь надо мы я сдвинул между борделяйном и все-таки биполярным аффективным расстройством потому что вы мне говорите что у вас бывает в течение недели такое самочувствие как будто бы вы кто полубог да как будто все могу все может никаких проблем ни в общении ни в делах ни в общении даже с теми людьми значит которыми значит находясь в депрессии с которыми вы стесняетесь и чувствуете себя ну как бы не в своей тарелке у вас появляется легкость в общении и даже стремление к общению вы не становитесь чрезмерно общительным да да и легко общаться и хорошо и приятно вот и а вот я да а вот я хочу вас спросить а вот если бы предположим вот вот это это когда было происшествие с этими товарниками по-моему четыре дня назад четыре дня назад скажите вот я вам хочу спросить если бы кто-то из ваших друзей вот сказал бы сказал ну инкогнито ты там несешь ерунду ты что с ума сошел ты что значит дура дурня валяешь ты что мы можем упасть вот как бы вы отреагировали вы бы он бы вызвал бы у вас агрессивное ну вот он сказал бы прямо вам что что ты значит что ты нас всех что ты моих друзей ты значит ты 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 какой-то дурак ты ты какой-то значит вообще безудержный человек ты какой-то авантюрист вот как бы вы отреагировали но если бы я был в том состоянии да когда все хорошо тогда бы это вообще не вызвало никакого а разве этого а разве вот это четыре дня тому назад состояния не было чтобы были что вам было все хорошо ну оно было такое не слишком ярко выраженное но мне было хорошо правильно 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 это и было это так вот все таки подумайте вот если бы я даже сказал или бы там друзья ну друзья вот как бы вы отреагировали он бы вам сказал то есть вы вы задумали вы долго вынашивались задумали вы уже уговорили своих друзей то есть импульс возник все я должен делать и вдруг один из этих из ваших друзей начал бы говорить что ты несешь ерунду ты несешь херню это опасно вот как бы вы отреагировали на его и эти заявления ну подумайте это важный это ключевой вопрос вы бы его конечно наверное послали на три буквы ну нет я бы так не делал мне кажется ну понимаете когда вот хорошо не возникает злости очень часто возникает наоборот смех какая-то ну вот он мне говорит мне было бы наверное очень смешно радостно я бы даже так даже так было да но это 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 тоже важно вот а почему же вот тут вот 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 сейчас в этом состоянии агрессия а что вызывает вашу агрессию вот вы сами говорите значит я агрессивный это когда против черстки меня а тут я становлюсь настолько весел или я что снисходительный или я смотрю сверху вниз что ты младенец не несешь ерунду да о чем ты глаголишь ты неразумное существо а а а в каком состоянии вы становитесь агрессивным ну вот когда вы перешел на 5 миллиграмм я вот не 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 что может вызвать вот эту агрессию спровоцировать когда ну когда да мне вот говорят что ты там делаешь что-то неправильно ну так правильно так я что ты делаешь да совершенно верно это критика вот критика когда есть какая-то критика и какое-то вот отношение по мне которое мне не нравится совершенно верно так почему же вы мне говорите я взаулыбался ну вот представьте себе вот представьте себе не знаю можно ли это представить это надо быть в той ситуации вот один из ваших друзей начал бы вас критиковать и говорить что ты ты вообще неправильно ты нас ставишь всех под удар и так далее вот как бы вы бы что заулыбались бы или все таки агрессивно отреагировали вы же сами ну вообще конечно от ситуации зависит очень от того как это человек сказал и так далее ну а он бы сказал так на полном серьезе что да пошел ты придурок вот так бы он сказал бы ну вот так понимаете ясным русским языком он бы он бы сказал дал понял что ты идиот ты дурак ты какой-то что ты делаешь и так далее вот как бы вы отреагировали ну тогда конечно да я бы был очень зол я бы сказал что ты вообще согласился потом отказался и еще тут настраиваешь все ясно хорошо спасибо следующий вопрос как долго у вас вообще не только сейчас нет вы понимаете я вам хочу сказать с моей точки зрения если это лапрам спровоцировал вас в маниакальное состояние назовем его так гипоманик но оно было не постоянное то есть очень сильно менялось правильно быстро очень часто правильно правильно значит понимаете это либо борделяй значит я вам уже давно утверждал что между борделяйном и бар очень много общего очень много общего очень много и там нестабильность и там два полюса и тут два полюса но есть и отличие есть и отличие значит если при бар вот эти изменения в хорошую сторону вот когда я чувствую себя полу богом я все могу вот то что вы сказали вы очень хорошо сказали очень хорошо описали они возникают спонтанно сами по себе сами по себе понимаете без всяких антидепрессантов без ничего и самое главное без всяких без всяких скажем так проблем вот при борделяйне при борделяйне если человека задеть за больное место вот тогда у него может понимаете борделяйне это по сути дела бывшая истерия значит истерики как вот истерички больные да женщины им покажешь палец они хохочут потом ты им скажешь какую-то мелочь они плачут то есть все же таки при борделяйне для того что произошла смена этого настроения должна быть какая-то причина вы понимаете причина то есть повод повод значит для того чтобы быть радостным он может быть настолько незначительный что значит посторонний наблюдатель думает а чего он радуется но для этого человека для этой личности это действительно достает радость это его особенность или какая-то мелочь которая другого бы абсолютно не тронула значит погружает борделяйна в состоянии уныния раздражительности и так далее и тому подобное это первое но отличие в отличие от бар то же самое происходит и при баре но отличие основное следующее во первых там это происходит без повода здесь происходит с поводом второе здесь это происходит на короткий промежуток времени там это происходит на длительный промежуток времени Хотя и там имеется при баре некоторые исключения, так называемая фаза рэпид циклин, быстрая смена фаз. Там есть рэпид циклин, ультра рэпид циклин, ультра ультра рэпид циклин, ультра ультра ультра. То есть, значит, бывает так, когда мы выставляем бар и пишем рэпид циклин, когда в течение года происходит в течение 3-4 раза человек мани, вот когда все хорошо, все замечательно, я полубок, я все могу, у меня никаких преград нет, а потом опять погружается в депрессию. 3-4 раза. Это рэпид циклин. Бывает, что такая смена происходит, скажем так, в течение 3 месяцев несколько раз. Это ультра рэпид циклин. Бывает, что это происходит буквально в течение недели. Это ультра ультра, а бывает через день. День так, день так, день. Это даже при баре. При баре. И вот тут, когда вот это ультра ультра, он очень сближает, сближает, скажем так, этот бар с бордерляйном. Понимаете? С бордерляйном. Все, что происходит. Вот. Понимаете? Поэтому я хочу спросить, как долго длится вот этот хороший период, замечательный. Не только сейчас. Не только сейчас. Сейчас это спровоцировано, несомненно, эсцеталопрамом. А вот тогда, когда вы не принимали, сколько? Неделя, две, три хорошее самочувствие? Ну, скажем так, где-то от двух-трех дней до недели максимум. До недели максимум. А плохая фаза? Плохая дольше. Ну, тоже от недели до трех-четырех недель. Док-трех-четырех. Нет, дольше не было, да? Ну, когда вот эпизод депрессии был, тогда было, конечно, дольше. Сколько? Несколько месяцев было. Даже, может, ближе к полугоду. Хорошо. Скажите, вот момент. Понимаете, что подозрительно, что вы все-таки находились в мании? Хотя я опять повторяю, я все чаще и чаще прихожу, что бордерляйн это, скорее всего, мы его рано или поздно, не знаю, конечно, не я, я это для себя могу сделать, но это какое-то подразделение или какой-то тип, какой-то вид все-таки биполярного. Я не могу избавиться от этого. Хотя там имеется и отличие. Там вот это самоповреждение, там вот эта ярость, агрессивность, понимаете? Все-таки при баре там не так ярость. Ярость там появляется, если человека критикуют в мании, если он находится в мании. Там все-таки больше доминирует вот это ощущение легкости, какого-то счастья. Я все могу, я все умею. У меня, понимаете, вот какая-то общительность, трата денег, риски, риски. И поэтому вот то, что вы попали на деньги, это как раз вот он все-таки больше льет воду на бар. На бар. Ну, я не могу этого еще сказать. Значит, по крайней мере, я ГТР снимаю вам. И у вас остается дифференциальный диагноз между борделяйном и баром. Значит, что мы сделаем? Я все-таки думаю, что поскольку на 2,5 все было хорошо, мы все-таки, вы перейдете на 2,5 миллиграмма. Сейчас, минуточку, этот телефон не кстати. Сейчас, секунду. Глеб. Алло. Спасибо. Понимаете? Избил уже, что я хотел говорить. Значит, дифференцировать между этими двумя. Но я все-таки, значит, ага, мы вот о чем говорили, что вы снижаете эстеталопрам до 2,5 миллиграмма. Но обязательно добавить норматимик. Потому что это не годится. В любом случае вам норматимик нужен. Потому что у вас то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. То хорошо, то плохо, то хорошо, то плохо. То хорошо, то плохо. Значит, диагностика такая. ГТР я вам снимаю. Вот, видите, вторая беседа показала. Так оно и происходит в психиатрии. Значит, первая беседа, ты предварительно назначаешь лечение. И по результатам лечения ты уже, значит, врач уже вносит коррективы. Вносит коррективы. Значит, вот я вношу корректив, потому что при ГТР, чем выше доза эстеталопрама, тем должно быть лучше. А у вас наоборот. Да, да, точно наоборот. Поэтому я могу даже предположить, что эстеталопрам уже в дозе 5 миллиграмм вверг вас в вот это вот, ну, скажем так, гипоманиакальное состояние. Потому что вдруг, вдруг, вдруг что-то же воздерживало с этими товарниками вот раньше. Почему вы раньше это не, скажем так, не осуществили? Как вы думаете? Что-то воздерживало? Риск? Значит, страх? Значит, понимание, что мы можем упасть, нас могут арестовать. Это же вообще действительно, там можно и упасть. Ну, конечно, конечно, это небезопасно. Сдерживало, ну, не знаю, была идея, вот я предложил ее. Нет, подождите. Вы ее предложили уже в состоянии, когда вы уже находились в импульсивности. А вот почему раньше, она что возникла уже давно, когда она возникла у вас? Ну, полгода назад. Полгода, почему требовалось полгода, пока эта идея не реализовалась? И вдруг она реализовалась тогда, когда вы находились на пяти или на десяти миллиграммах эсеталопрама, и когда вы чувствовали вот это все, хорошо себя чувствовали. Понимаете, возживчивость, то есть временная связь. Полгода вы не решали. А вот когда появилась агрессивность, когда появилась раздражительность, одновременно и возникло решение, да, я это делаю. Ну, было вот, какое-то желание было. Почему-то, ну, как-то по приоритетам вот откладывал, откладывал там. Сейчас не время, сейчас надо отложить. Ну, как бы хочется, ну и ладно. Вот, и друзья уже согласны. Ну, а потом я сказал, вот все, ты берешь выходные, ты там тоже едешь, ты берешь все вещи и давай гранься. Понятно, понятно, вам трудно это объяснить. Но я все-таки связываю это с измененным вашим состоянием. А вы можете, вы согласны со мной? Что все-таки решение, значит, прокататься на этих поездах товарных, так, грузовых, вот. И что оно все-таки совпало вот с этим и с изменением этого настроения на почве приема, на фоне приема эстеталопрама. Вы находите связь, вот, эстеталопрам 5 миллиграмм, агрессивность и вот этот товарняк, а? Я нахожу, и еще при том, хочу сказать, что я же когда к вам первый раз вот обращался, то есть там была тревога, какие-то социальные страхи, там вот боязнь людей, общения и так далее, вот. А тут, когда мы это делали, у меня вообще не было никакого ни стыда, ни страха, ни опасений. То есть, и когда мы убегали, то есть тоже не было, вообще не было никакого страха, не было ни переживаний, ни каких-то негативных. Только вот какой-то, не знаю, что-то такое животное. И потом нас поймали, тоже не чувствовал ни стыда, вот, и какие-то невины. И потом не сожалел о штрафе, который бы нам дали. Ну вот, как-то все так прошло в каком-то вот, не знаю, инкульсе. А когда это состояние исчезло, потому что вчера-то вы сожалели, вы же мне написали, я попал на деньги. Ну, исчезло, ну вот мы, что там, мы вот это сделали, нам дали штраф, потом мы два дня путешествовали просто ногами. Ну вот приехал, да, но вот вчера уже было плохо, да, вчера весь день пролежал. То есть, скажем так, вчера фаза сменилась. Ну, да, да. Вчера уже из этого, из приподнятого, из такого авантюристического, я все могу, я все правильно делаю. Вот, никаких, значит, ни раздумий, ни раскаяния. А вчера упал в яму, да? Да, как-то так. Причем это, а как вы думаете, это спонтанно произошло? Или причин для этого? Не, мне кажется, что все-таки, ну, до этого тоже было такое вялое, как бы так, ну, качели как бы качнулись вниз, вот это было вялое. А потом вот я предвкушал, что вот мы поедем, поедем. И вот в этот день, вот когда мы уже все собрались, вот было прям огонь. То есть, ну... Так огонь был даже, это же вы мне сейчас сказали, после того, как вас арестовали, как вас... Вы же сами сказали, меня арестовали, оштрафовали, а мне плевать было. Я не испытывал никаких негативных эмоций. Да, да, тогда не было вообще ничего. Значит, вы находились все-таки в этом не совсем нормальном состоянии, потому что, если поймала полиция и оштрафует тебя, так вы же сами понимаете, любой, даже самый здоровый человек, да вы сами, он будет, естественно, он поймет, что ж такое. Да еще такие бабки надо платить, понимаете? То есть, все-таки он как-то будет раскаиваться, а вот кто не будет раскаиваться, кто находится в этот момент, ну, скажем так, не совсем обычном, нормальном состоянии. Критика снижена. Поэтому вы... Да, 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 говорите, говорите. Ну, я просто, да, хотел добавить, что, ну, у меня, вот, знаете, нету такого, что, блин, вот я говорю просто, когда мы это планировали, да, у меня было, как бы, такое, более-менее подавленное состояние, вот. А вот в тот день, я предвкушал это, я знал, что это будет, и вот это меня, как бы, оживляло. Ну, хорошо, согласен, согласен, могло и оживить, да. А когда поймали, когда дали по шапке, оно же не должно быть оживленное, оно должно быть, наоборот. Вот тогда уже, конечно, да, там... Вы понимаете, в чем дело? Я даже вот что, я уже сам, понимаете, задумался, да что это такое? Ну, я ведь не отбираю пациентов. Вот, честное слово, это я даже сейчас говорю не только вам, а и говорю для слушателей. Я не отбираю пациентов. Вот, ну, не отбираю. Ну, вы сами, вот, кто приходит, вот, значит, вы понимаете, я же вам вначале упомянул, потому что вы резали руки, да, и все, и, значит, папа, папа, вот, давление папы. Я даже и не только упомянул, что, возможно, у вас бордерляйн, возможно, возможно. Причем, причем даже ваше творчество, вот, склонность к творчеству, это тоже, это тоже, в общем-то, типичный такой симптом для бордерляйна. Вот, все бордерляйны, и женщины, и мужчины, они чем-то, у вас, конечно, еще и талант, вот, почему, потому что вы профессионально все-таки пишете, и так далее, и так далее, но это тоже, вот. И этот, я даже забыл об этом, о бордерляйне, я помню, кто-то из комментаторов упомянул, вот, о том, что вот, что бордерляйны, да, действительно, они, вот, творят, и так далее, и так далее. Значит, на сегодняшний день я, вы понимаете, я вам вот что хочу сказать. Мне трудно сказать. Конечно, очень и очень похоже на, все-таки, бар в форме рэпид циклинг. Все-таки у вас частая смена, довольно частая, но не такая, как при бордерляйне. Все-таки при бордерляйне вот эта агрессивность, она появляется в личных отношениях. Бордерляйн агрессивен чаще всего, когда он, значит, вот живет с лицом противоположного пола, вот, вот, и вот он начинает придираться, вот, ко всяким там мелочам. И там он может позволить. Все-таки бордерляйн, значит, посторонним лицами в отношениях с посторонним, он все-таки контролирует себя в какой-то степени. А вот человек, находящийся в маниакальном состоянии, особенно если он подвергается критике чужим человекам, вот, он может там и не сдержаться. То есть, это эмоциональная такая нестабильность типичная. Но я опять повторяю, оно настолько в вашем случае слилось, что я затрудняюсь сказать, бордерляйн это или это, значит, бар, фази, репи-циклинг. Но, к счастью, что к счастью происходит? К счастью вот что, что лечатся медикаментозно оба эти заболевания абсолютно одинаково. Абсолютно одинаково. Вот. Значит, единственное, что, единственное, что я могу, все-таки я должен проводить дифференциальную диагностику. При бордерляйне тоже эсцеталопрам все-таки помогает или ощущает свое, проявляет свое положительное действие в маленьких дозах при бордерляйне. Но он, 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 когда ты дозу увеличиваешь, он не вгоняет в манию, он не вгоняет в это хорошее такое состояние, он не делает тебя агрессивнее. Ты просто чувствуешь, что вот он тебя отравляет, понимаете? Он тебя отравляет. Это при бордерляйне. Это при бордерляйне. А у вас, я, понимаете, это с одной стороны. То есть, там действительно и при бордерляйне, и при бар, иногда антидепрессанты не действуют. Но при бордерляйне в минимальной дозе больной ощущает себя хорошо, в максимальной или в средней дозе он, вместо того, чтобы чувствовать себя лучше, он чувствует себя хуже. При баре очень часто вот эти антидепрессанты, они вгоняют человека из депрессии в манию. То есть, они провоцируют переход в манию. Ведь все-таки, когда вы обратились ко мне, и я вам порекомендовал эсеталопрам, вы находились в депрессии. Ну, тревожно было, да, не то, что прям очень сильно депрессия, но спокойно. Но вы были, вам плохо было, вам было плохо. Да, да, мне было плохо, да. Было некомфортно, хотелось лучше. Да, понимаете, а тут вы вошли, появилась раздражительность, и появилось вот такое самоповреждающее действие. Понимаете, поэтому я даже не буду сейчас, это может быть мы потом, чуть попозже посмотрим. Если вы войдете в настоящую манию, тогда, конечно, будет, скажем так, нам все понятно, что это бар. Значит, на сегодняшний день наша задача, мы дифференцируем между борделяйном и бар. Это первое. Все, я не утверждаю, что бар, я не утверждаю, что борделяйн. Есть данные в пользу бар, есть данные в пользу, скажем, борделяйна. Все, значит, к счастью, лечение одно и то же. Мы снижаем вам дозу эсеталопрама до двух с половиной. Если все будет продолжаться, эта раздражительность, и вот эти идеи, вот такие идеи типа товарника, понимаете, они могут принять другой характер. Вдруг вам захочется купить что-то, дорогую вещь какую-то. У вас такого не бывает? У вас нет денег, а вот у вас, значит, появляется вот такая идея купить, и вы идете там, или занимаете, или и так далее, и покупаете. Бывают там вот такие идеи? Нет, это в детстве. Что было совсем? В детстве, да? Нет, так подожди. Сейчас такого нет. Подожди, а как вы в детстве можете купить? Откуда у вас в детстве деньги? Ну, там в 12-13 лет работали, там какие-то, вот, денег на дорогие вещи, на все вот это вот какие-то там. Нет, подожди, значит, вы понимаете, что делает человек? Человек, находящийся в норме, он понимает, у меня нет денег, значит, я хочу, но я подожду, у меня сейчас нет денег. При баре, находясь в мании, человек, у него нет денег, он идет, занимает деньги и покупает. Хотя эта вещь ему нежизненно необходима. Я вам приведу пример. У меня был пациент один, давно, лет 15 тому назад, молодой парень. Он в состоянии мании, помню, взял кредит, тогда было легко и все замечательно, взял на полмиллиона рублей кредит и пропил в течение полутора месяцев со своими дружками. То есть, он находился в мании. Ну, нет, такого точно нет. Ну, я понимаю, не 500, но купить... Ну, нет, вообще, вообще, не стал бы занимать даже в мании никакие деньги. Ну, хорошо, ладно, скажите, а папа... Ну, хотя у меня вот было такое, что я работал, откладывал деньги, вот, и вот как только мне исполнилось 18 лет, прошел где-то месяц, вот, и вот меня тоже как-то так вот приподняло, и я уехал в Германию работать. То есть, на вот этом вот всем. То есть, только мне исполнилось, и через месяц я уже родителям говорю, все, я уезжаю, там, через три дня, вот. Уехал туда, там вот было хорошо, круто там какое-то время, а потом стало очень тяжело, и пришлось уехать обратно, вот. Ну, и в итоге там сильно много, конечно, не заработал, даже больше в минусе остался. Ну, что я вам хочу сказать, это может быть, понимаете, это импульсивность. Это импульсивность. Импульсивность – это коренной, скажем, базовый, фундаментальный симптом Борделяйна. Но такая же импульсивность появляется и при баре, в маниакальном состоянии, не в этой, не в депрессии. В депрессии вы бы ни в какую Германию не поехали, понимаете? В депрессии вы бы ни в какую на это товарняк не спрыгнули, понимаете? Вот в чем вся проблема, вот в чем вся проблема. Поэтому я вам больше что хочу сказать, я затрудняюсь, вот, понимаете? Но в принципе, в принципе, значит, сказать Борделяйн, но самое главное, что лечение одно и то же. Значит, вы снижаете дозу эсеталопрама до 2,5 миллиграмм. Если и на 2,5 миллиграммов сохраняется вот эта ненормальная приподнятость, вы его полностью, значит, отменяете. А основным препаратом у вас все-таки в связи с тем, что у вас идут колебания, что вы импульсивная личность, а вы импульсивная, конечно, личность, будет нормотимик. Значит, вот теперь записывайте, как вы будете подбирать дозу этого левиатироцетама. Значит, начнете утром, 125 миллиграмм, 3 дня. И будете наблюдать за собой, как вы. Значит, при, на фоне 2,5 миллиграмм эсеталопрама. Пока, пока, еще будем все-таки 2,5 миллиграмм, поскольку было на нем хорошо. Дальше, через, на четвертый день, 125 утром, 125 вечером. 3 дня. Еще через эти 3 дня, 250 утром, 125 миллиграмм вечером. 3 дня, и потом 250 и 250, 3 дня. И выбираете, на какой из этих доз 500. Или там, значит, 250 и 125, или 250 или 100. То есть, там 4 дозы. То есть, вы, значит, потратите на это 12 дней. Еще раз, 125 утром, 3 дня. 125 плюс 125, 3 дня. 3 дня, да. 250 плюс 125, 3 дня. И 250 плюс 50. Вот, значит, вот 12 дней. Только вы должны наблюдать за собой. Значит, какая доза из этих четверых, четверых будет действовать на вас лучше всего. Ну, лучше. То есть, меньше побечных эффектов, так, и больше, и больше, значит, вот такого, понимаете, стабилизирует. Это стабилизатор. Вот эти вот все эти, понимаете, скачки вверх-вниз, вверх-вниз, он их уменьшит. Он вот этот размах качелей, вот, он уменьшит. И должно стать, поэтому, но вы должны сами будете подобрать, выбрать, какая из этих четырех доз вам все-таки подходит. Плюс 2,5 миллиграмма. Через 12 дней мы с вами встречаемся. Значит, вы сейчас принимаете 2,5 миллиграмма, подбираете дозу этого левитерацетама, подбираете дозу, и через 12 дней, это ровно 12 дней, мы с вами встречаемся. Вы мне, значит, пишите в скайп, так, и мы с вами, может быть, в этот день, а может быть, в другой день встречаемся и смотрим, как идут ваши дела. Договорились? Да, договорились. Все. Ну что, на этом мы тогда и завершим. Вы мне только скажите, как ваша, это вот, ваш этот ролик называется, как он там озаглавлен, вы не помните? ГТР, тревога, смешанная депрессия, по-моему. Хорошо, ладно, какое число? Восьмое июля. Июня? Июля. А, июля, все, хорошо, почему, потому что я должен дать ссылку, чтобы шло, значит, вот, значит, первая беседа, вторая, все, я найду. Хорошо, все, значит, вопросы, может быть, есть какие-то? Эм, я думаю, что нет, вроде все понятно. Вроде правильно, еще один, я, у меня есть вопрос, скажите, у папы тоже часто меняется настроение? У папы больше подавленное обычно, подавленная вот злость, когда он злится, вот он такой, не, у папы, он хоть импульсивный вообще по натуре, но в мире это как бы не проявляется, но он выбивает, вот это как-то его успокаивает. Скажите, а папа не запойно пьет? Нет, папа пьет, ну, не очень что-то много, но постоянно, да. Постоянно, да. Ну, нет такого, что он там буянит, он просто выпивает и тогда становится очень спокойным, ну, и часто это делает, конечно. Да, 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 часто, часто, но не запойно, что вот какую-то неделю пьет в смерть, а потом, там, значит, месяц, два, три не пьет, а потом опять пьет, а потом опять не пьет, такого не бывает. Нет, нет, такого нет, но ему сработать так нельзя, ему надо работать. Нет, ну, когда запойное пьянство, там человек плюет на эту работу, вот. Ну, хорошо, ладно, ладно, значит, конечно, папа, гены, гены вам передал папа, сто процентов. Значит, папина роль вообще, если это барделяйн, это гены и воспитание, если это бар, это чистые гены по папе. Ну, там и дед такой тоже, я вот после нашей консультации, я же плохо знал, я вот поговорил, дед тоже такой был ужасный авантюрист и очень импульсивный человек. Ну, это все, знаете, вы понимаете, это все, это все, в общем-то, в общем-то, склоняет чашу весов все-таки в пользу бар. И мы вот через две недели с вами встретимся и, скорее всего, если я, в зависимости от того, что вы мне скажете, скорее всего, вы останетесь на одном анти, это вот, нормотимике. Это основной препарат. Почему? Потому что все-таки, с моей точки зрения, в данном случае, эсеталопрам вам не помог, а наоборот, вогнал вас вот в такую, и вы на коне, вы получили, в общем-то, значит, очень-очень подозрительно на гипоманиакальный приступ, вот, получили проблему. Ну, если бы не было вот этого вот ареста, если бы не было этого штрафа, это еще как бы-то сгладило, но обычно, обычно люди. Кстати, кстати, а вот еще один вопрос. Вот сейчас вы находитесь уже в другой фазе. Вы сожалеете вообще? Вы понимаете, что вы, в общем-то, ну, сделали, ну, не совсем правильно? Или все-таки считаете, что правильно? Ну, наверное, все-таки не совсем правильно, но все равно такие эмоции я там получил, что, в общем, как бы, мне было очень хорошо. Ну и хорошо, ладно, конечно, было все хорошо, так вам было и без эмоций хорошо. Хорошая эмоция, штрафовали, поймали, вы же поймите, в кутузку, вы уже поместили в кутузку, да? Ну, в машине я ехал, да. А, в машине, да, а потом вы, так всех поймали или только вас? Всех. Скажите. У меня последнего. Я так убегал, что я там еще успел пять минут к свободе побыть. А, хорошо. А вот еще один вопрос. А ваши эти, скажем так, сообщники, они потом вас не обвинили, что ж ты нас это вот ввел сюда? Нет, нет. Несмотря на то, что они получили тоже штраф, да? Да, да. Ну, получили кик удовольствия, да? Ну, скажем так, да. Ну, хорошо, хорошо. Самое главное, что я вам хочу сказать, пациент инкогнито, самое главное, что мы все-таки в динамике. Вот так оно, вот это вот и есть психиатрия. Понимаете, одна беседа, одно предположение. Потом назначаешь лечение, смотришь, как? Видишь, что-то не то идет. Ты беседуешь, начинаешь уже работать в другом направлении. И происходит изменение диагноза. Значит, до, через две недели мы с вами встречаемся и смотрим, как идет дело. Все. Ну, хорошо, на этом мы завершаем. До свидания. Счастливо. Спасибо вам большое, что ответили. Пожалуйста, пожалуйста. Ну, вот так вот, уважаемые слушатели, хочу вам сказать. Вот видите, вот видите, как происходит. Да, у меня могут, конечно, упрекнуть, что я злоупотребляю барс, я злоупотребляю, скажем так, диагнозами или помешан, да, на борделяйне. Не знаю. Вот вы же слушаете, вы все можете, понимаете. Одно дело, когда человека, значит, вы не можете, вы же присутствуете при всем этом, при всем, и при первой беседе вы можете слушать и присутствовать, и при этой второй беседе, и больной рассказал, и я рассказал. Вот решайте, вот решайте, но вот так вот, вот это и есть психиатрическая работа, понимаете. Нет приборов, нет лаборатории, чтобы сразу же с первого, с первого же обращения, с первого исследования был выставлен правильный диагноз. Понимаете, вот диагноз был. ГТР с тревогой. То есть, ГТР с депрессией. Или, скажем, тревога, смешанная с депрессией. И где-то я упомянул, значит, вскользь, очень вскользь упомянул о, скажем, Берделяйне. Но основное это было вот тревога или депрессия тревожная. Значит, что нам показало лечение? Был назначен пробное лечение эсциталопрамом, монотерапией. Со слов больного на 2,5 мг он чувствовал себя прилично, хорошо, и родители. Значит, отметили, что он стал спокойным, уравновешенным. При переходе на 5 мг через 7 дней уже появилась агрессивность, уже появилась какая-то взбудораженность. Значит, на 10 мг в течение двух недель стало еще хуже. То есть, это агрессивность настоящая, доходящая уже до потери контроля. Это вы слышали. И самое главное, вот то, что произошло полгода назад, значит, человек, уже этот пациент, он уже пришел к заключению, что вот надо было бы, это очень интересно, значит, вот покататься на поездах, попутешествовать. Но почему-то в течение полугода он эту идею не реализовывал. А реализация этой идеи произошла именно в связи с приемом эсциталопрама, в связи с появлением или на фоне, или параллельно с появлением повышенной раздражительности, с повышенной агрессивностью, как по отношению к родителям, как минимум к маме отца, он не решается с ним спорить, потому что папа сам тащит, там будет коса на камень. И особенно с посторонними людьми. И вот это авантюрное, это авантюра, по сути дела. Почему? Потому что это действительно небезопасная вещь. Там можно и травмироваться, там можно и инвалидом стать, там можно и вообще закончить жизнь. Или быть арестованным, быть оштрафованным и попасть куда-то там на какие-то... Вот я забыл спросить, значит, попал ли он на учет? Он, конечно, не подросток, да, значит, подростков сто процентов взяли бы на учет в детскую комнату милиции. Понимаете? Вот вам, вот и решайте, придумываю я или не придумываю. Значит, я еще раз говорю, я дифференцирую между борделяйном и бар. Хотя больше, больше, все-таки склоняюсь к бар. Больше. Почему? Потому что вот это ощущение, вы слышали, как пациент описывал, как он себя чувствовал. Я все могу, как все замечательно, как все прекрасно. Его даже арестовали, его оштрафовали. А он все равно чувствовал себя великолепно. А сейчас, а сейчас, он говорит, да, я немножко сожалею, я понимаю. Хотя, с одной стороны, а он, может быть, еще и не вышел полностью из маниакального состояния. Почему? Он продолжает, пока еще, значит, вчера еще принял 10 миллиграмм этого эсцеталофрама. Ну, только сегодня он сделает 2,5, только сегодня или завтра он добавит норматимик. Вот посмотрим, что он нам расскажет по этому поводу, значит, через 2 недели. Лечение норматимиком леви-терацетамом и 2,5 миллиграммами эсцеталофрама. Посмотрим. Ну, вот так вот. Вот так вот. Вот. Решайте, думайте. Интересный случай. Хорошо. Спасибо за проявленный интерес и слушайте это. До свидания. Продолжение следует.